Здравствуйте, меня зовут Андрей Дриллер, это коммунальный патруль на телеканале Толк и в этом выпуске. Лицо краевой столицы. Почему автомобилисты предпочитают объезжать главную улицу города Ленинский проспект? И когда здесь начнут ремонт? Реформа на дому. Продолжаем рассказывать, как организовать раздельный сбор мусора в собственной квартире. Заплатить по счетам. Что делать, если вы боитесь переплатить за коммунальные услуги? Учимся читать квитанции. Но в начале выпуска мы напоминаем, что запускаем в работу интерактивную карту коммунальных проблем города. Вы можете отправить нам заявку и ваш сигнал появится на этой карте. Следить за статусом метки можно будет на нашем портале talknews.ru. А учитывая сегодняшнюю тему, метки на карте можно поставить практически по всему центру города. Но мы оставили только в двух самых проблемных местах. Новый рынок и медицинский университет. На этих участках Ленинского проспекта дорожное покрытие явно требует срочного ремонта. Мы с оператором проехали по главной городской улице, отобрали для вас только цензурные комментарии автолюбителей. И, конечно, выяснили, а когда ремонт? Самый центр города Ленинский проспект. Автомобили, как и положено, лавируют. Только чаще это не смена полос, а попытка увернуться от ям. Ленинский проспект не самое проблемное место в городе, но прибавьте к этому сравнительно небольшого масштаба повреждений и внушительный автомобильный трафик. Объезжая одну яму, найдете другие. Ну и объехать вряд ли дадут. Получается простой выбор. Либо прямо по кочкам, либо нарушать правила. Мы спросили у водителей, что они об этом думают. И разделили ответы на две группы. В первой оказались те, которые идут по пути сравнения. Что вы думаете про качество дороги на Ленинском проспекте? Да сейчас-то нормальное вроде. Ну а вот проблемные места у Меда и у Нового рынка? Я даже не припомню. Да мне кажется, лучшие дороги стали. Ну я, наверное, может быть, именно точные какие-то не сказала. Ну в общем, в целом пойдет получше, чем во многих других улицах. Ну просто в сравнении с другими. Естественно, естественно. Но вы по малой Малахова ездили вообще. На Ленинском, думаю, нормально. На Ленинском, да. А на остальных дорогах-то желают оставлять лучшим. Конечно, на фоне других барнаульских чудес на дорогах Центральный проспект смотрится выигрышно. Но все же большинство опрошенных нами водителей с этим не согласились. Что вы думаете о качестве дороги на Ленинском проспекте? Ой, да не то слово. Качество дороги на Ленинском проспекте. Два участка дороги, вот именно возле Меда почему-то. И получается, от площади Октября едешь до моста. Там вообще не очень. Как-то так. Хорошо. А проблем у вас с машиной никогда не было именно из-за этих мест? Потому что движение вроде очень активное. Там может аварии какие-то. Стойкие, убитые, понятное дело. Благодаря нашим дорогам. Скоро менять будем. Я считаю, что если это Ленинский проспект, центральный проспект города, он весь должен быть идеален. В принципе. Сказать, что лицо города, конечно, наверное, чересчур. Но, тем не менее. Ездят по нему очень многие люди и чиновники, и все-все-все. И думаю, не очень приятно ездить по ямам и выбоинам, и люкам, в частности, которые, бывает, торчат. А Ленинский, я не знаю, почему до такой степени довели я. Даже без понятия. А у вас с машиной никаких проблем именно из-за Ленинского проспекта не возникало? Ну, я стараюсь по нему не ездить вообще-то. А, то есть даже так? Да, чисто вот по... Ну, невозможно ехать вообще. Пожалуй, действительно, сейчас единственный способ решить проблему – просто объехать проспект стороной. Но вот сейчас сухо, и любая кочка практически как на ладони. А в дождь лицо города особенно любит обмануть водителей, потому что любая лужа скрывает яму. Лужи – беда не только для разбитых дорог, но и для нового асфальта. Помимо гарантийных обязательств, которые несет подрядчик по ремонту дорог, необходимо, чтобы было еще додолженное количество ливневых канализаций. Если таковое количество будет, то тогда вода не будет скапливаться на асфальте, и она не будет разрушать асфальт в более ускоренном порядке. На городском портале в списке дорог, подлежащих ремонту, в 2019 году стоит и Ленинский проспект. По плану работы будут везти от северо-западной до речного вокзала. Торги, на которых выберут подрядчика, пройдут 13 мая. Начальная сумма – 190 миллионов рублей. Что ж, будем надеяться и верить, что осенью уже вся красная линия будет покрыта новым асфальтом. Только главный вопрос – как? Я прошу вас, наших зрителей, контролировать ремонтные работы вместе с нами. Если вы узнаете о нарушениях стандартов, пишите нам. И, конечно, отправляйте фото и видео. Ну а как проверить, правильно ли вам начисляют сумму оплаты за коммунальные услуги, подскажет юрист. О том, что делать, если вам кажется, что суммы в квитанции завышены, мы спросили Дмитрия Лебедя. Ну, в принципе, если у граждан есть вопросы какие-либо по начислениям, то есть, например, слишком много им начислили, или вообще они не понимают, за что им начисление происходит, то им не надо, в первую очередь, идти куда-то сжало, сразу необходимо позвонить в свою управляющую компанию хотя бы. Для того, чтобы узнать, какая у вас управляющая компания, необходимо спуститься на первый этаж, посмотреть, вот, например, то есть, вот название, посмотреть телефоны и уже позвонить по ним. Если же вам и этого не хочется делать, то просто возьмите свою квитанцию. В квитанции в обязательном порядке указывается организация, которая вас обслуживает, и также указаны все телефоны, бухгалтерии. То есть, например, если у вас вопрос по начислениям, то звоните, естественно, в бухгалтерию. Если вопрос по техническе какой-то, действительно, в технический отдел. И все. Если есть какие-то проблемы, там, бухгалтерия не отвечает или как-то грубо отвечает, что дальше делать? Если вы все-таки не можете дозвониться, то здесь также указан, в принципе, адрес управляющей компании. Вы можете просто прийти в часы приема и уже все узнать. Но прийти необходимо обязательно с паспортом, чтобы вы действительно тот гражданин, который имеет право узнавать данную информацию. Если же вам вообще ничего не хотят объяснять, то есть, вот, ну, буквально нету приема, нету, не берут трубки, тогда, естественно, можно пожаловаться в прокуратуру для того, чтобы тех уже привлечь, привлечь компанию к ответственности. Вот так можно сохранить свои деньги, если поставщики коммунальных услуг завысили суммы вашей квитанции. А как можно заработать на мусоре и при этом помочь экологии, расскажет наш следующий эксперт, эко-активисты с движением мусора больше нет, Екатерина Тертишникова. В прошлом выпуске мы с Екатериной говорили о том, как в домашних условиях можно сортировать пластик, а сейчас поговорим о стекле и о бумаге. Екатерина, расскажите, ну, как дома можно сортировать самому стекло и бумагу для того, чтобы потом сдавать? Да, очень легко. Просто, опять же, у нас есть два ведра, да, одно, что не перерабатывается, второе, где мы храним абсолютно все в торс-рье, то есть это и пластик, и стекло, и металл. Не нужно заводить под каждую фракцию отдельно, ну, какую-то емкость. Можно просто хранить все в одном пакете, а перед акцией просто рассортировать за 10-15 минут и сдать. Бумага, что туда относится? Обычные газеты, бумажная обертка, то есть именно бумажная, потому что она тоже бывает еще там разная. Вот. Затем глянцевые журналы у нас тоже принимают в переработку. Весь рекламный спам, который попадает к вам в почтовые ящики, тоже можно не выбрасывать и сдавать в переработку. Единственный момент, бумага, она должна быть все-таки, опять же, без каких-то пластиковых вещей. Вот, например, вот такая бумага уже в переработку не пойдет. В предыдущем, да, в предыдущем выпуске мы говорили про тетропак, вот это, по сути, то же самое, только без алюминия. То есть вот такого вида материалы, они, к сожалению, у нас в Барнауле не перерабатываются. То есть здесь идет бумага с покрытием пластика. Стекло принимаем мы абсолютно любое, то есть любого цвета. По цветам у нас не требуют его пока разделять. То есть зеленые у вас бутылки, коричневые, банки стеклянные, даже бой. Просто нужно это завернуть, опять же, в какой-то мешок, либо упаковать тоже во что-то. И бой, то есть разбитое стекло тоже можно сдавать на акции. Вообще органику, например, если мы берем, она у нас разлагается от двух недель до года максимум. То есть все наши очистки от овощей через год, они переработаются в полезное удобрение в земле. Вещи, которые мы начали производить в 20 веке, то есть, например, тот же самый пластик, он уже разлагается от 200 до 400 лет. Стекло, например, разлагается до 1000 лет. До 1000? До 1000. Стекло, с одной стороны, это очень хороший материал, потому что он самый инертный к содержимому, в отличие от пластика. Уже доказано, что пластик взаимодействует, точнее, контактирует с содержимым, поэтому это для здоровья человека не самый лучший вариант. А стекло более экологичный в этом плане материал, но вот он разлагается очень-очень-очень долго. Собирайте мусор раздельно, берегите природу. А если вас или ваших соседей беспокоят коммунальные проблемы, заходите на портал topnews.ru. На карте коммунального патруля отмечайте свой адрес или проблемное место города, и вместе мы решим ваши проблемы. Это был Коммунальный патруль. До встречи. Коммунальный патруль